Вы слушаете Радио России, Дагестан. Дагестан без ДТП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Канила Макаева. Сегодня пятница, а значит мы продолжаем циклопередач совместных с Управлением ГИБДД Министерства внутренних дел. У нас гость студии, начальника отдела пропаганды Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Дагестан Руслан Рагимов и представитель всей российской организации мотоциклистов «Ночные волки» Абдулла Коронаев. Тема достаточно интересная, но начнем мы все-таки со статистики военности на дорогах республики. Руслан, прошу. На сегодняшний день, то есть за истекший период текущего года, на дорогах республики Дагестан совершено 1143 ДТП, в которых 243 человека погибло и более полутора тысяч пострадали и получили различные степени тяжести, ранения. Среди погибших 12 несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. Также по-прежнему основными причинами, которых погибают наши граждане, сограждане, гости республики, это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, наезды на пешеходов и один, так скажем, из доминирующих сейчас новых, так скажем, видов ДТП, это нарушение правил проезда перекрестков. Вот основные причины, в которых у нас, к сожалению, сегодня страдают и погибают люди. Общая тенденция, если взять с аналогичным периодом прошлого года, то по всем трем показателям в республике Дагестан наблюдается снижение. Поэтому говорить о росте ДТП на снижение, мы не будем об этом говорить, потому что есть тенденция к снижению в целом. Как часто участвуют в ДТП именно мотоциклисты? За текущий год с участием мотоциклистов произошло 36 ДТП, в которых 11 человек погибло и 34 ранено. Поэтому есть здесь и управление мотоциклистами несовершеннолетних, до 16 лет, среди них пострадало трое детей. Какие наказания применяются? Ну, наказания, предусмотренные, скажем, за ДТП с мотоциклистами, вообще в целом, так скажем, за дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, так скажем, и определенной средней тяжести, или в которых погиб человек, это предусматривается статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, там идет лишение до трех лет свободы. Да, и поэтому здесь независимо, многие заблуждаются, думают, что человек едет на мотоцикле, то бишь его пассажир там сзади, обнявшийся без шлема, это вот бичные же республики, шлем, это экипировка, и думают, что если он упал, там выпал, ответственности не несет. Даже если виновником ДТП будет другое транспортное средство, мотоциклист перевозил пассажира без шлема, так скажем, без экипировки, то он привлекается уже по статье 264, если человек в результате получил тяжкие ранения или скончался от дорожного транспорта происшествия. Хотелось бы сказать, что мы работу активную проводим, в этом нам помогает, так скажем, не знаю, общественная организация, но организация мотоциклистов, байкеров, всем известные ночные волки в Российской Федерации. Это наши друзья, которые даже открытие мотосезона мы провели как раз таки вместе, вместе с президентом клуба по республике Тагестан. Поэтому сегодня у нас в гостях вы, наверное, представите. Находится, да, представитель. А была в связи именно с безопасностью? Какие меры безопасности своей, в первую очередь, наверное, и окружающих должен соблюдать мотоциклист? В первую очередь мотоциклист, повторюсь, да, как наши слова Руслана, в первую очередь мотоциклист должен соблюдать для всех одни правила. Обязательно мотоциклист должен при себе иметь шлем, обязательно он должен при себе иметь экипировку. Многие у нас молодежь не соблюдают, выезжают, говорят, мы в магазин выехали, или за чем-то, или за тем-то. Независимо, куда вы выезжаете, обязательно нужно носить шлем. Это обязательно. Почему? Потому что в жизни бывает, человек может ошибиться один раз и на всю жизнь. Это многие не соблюдают. У нас в республике, особенно молодежь, до 22 лет, часто берут мотоциклы молодежь и не соблюдают. Ездят, тем более сажают все пассажиров сзади. И им шлема нету, ни себе нету. И вот так вот подвергают опасности себе и еще другим тоже. Говоря о вашей организации, устраиваете ли вы какие-либо соревнования опять-таки? Соревнования у нас, как бы мы сами и не устраиваем, но очень много мы ездим по приглашению. Недавно были соревнования по эндуро у США. Ездили мы одни из этих представителей. Проводили там же профилактические работы так же, чтобы люди не ездили на эндуро. Чтобы по городу, потом так как это эндуро, это строительство передвижения не по городским дорогам, а по горным местностям. Также проводили работы и разговаривали, чтобы люди дисциплинированно относились к этому по минимальному, чтобы не было дорожных происшествий и так далее. Те, кто ездит давно, возможно, они более разумны, но те, кто только-только начинают ездить, только садятся на байк, у них все-таки играет кровь, возможно. Насколько удается им объяснить как-то, что нужно ездить по правилам? Те, кто только входит в вашу организацию. Ну вот, мы сейчас проводили прошлую субботу закрытие мотосезона. Было около более 80 мотоциклистов. Также мы с ним проводим профилактическую работу, так как надо постоянно говорить, постоянно вступает в нашу мототехнику. Постоянно новые обновления, новые люди, молодежь растет, стремятся к мотоциклу, так как это средство не особо дорогое. Каждый может себе позволить ее приобрести, и вот, и мы постоянно проводим профилактические работы, говорим, чтобы не гоняли, ездили по правилам дорожного движения, обязательно, чтобы была у них экипировка, обязательно, чтобы у них были документы, все в порядке. Независимо от того, что, опять-таки, все происшествия происходят, те или иные люди, не те, которые ездят уже годами, а те, кто покупает мотоцикл, начинают гонять. Это такое средство, которое один нас ошибется, все, и уже проблем, я думаю, будет очень много в этой ситуации. Как давно создана, как бы, организация, и кто был день вдохновителем? Ночные волки – это очень давно, кстати, это всероссийская такая мощная организация, у нас очень много, там более 20 тысяч человек. Хочу сказать, вообще, ночные волки не в целом так по Республике Дагестан, но и в целом по Российской Федерации, это знаменитый президент ночных волков, это хирург так называемый. Вообще, хирург очень активно принимает участие на территории Российской Федерации, именно в пропаганде безопасности дорожного движения. Это, можно сказать, один из первых главных помощников, так скажем, в России, который управляет мотобайками, возглавляет такую большую организацию. Абдулла уже сказал, 20 тысяч человек, вы сами понимаете, какое большое количество. Но здесь хотелось бы сказать, что многие, вот повторю словами Абдулла, то, что уже сказал, покупают байк, хотят адреналина, драйва, но при этом даже не имеют права управления, то есть не имеют категорию А, это управление мотоциклами, так скажем, и мотоциклы с колясками в том числе. Хотелось бы сказать, это, во-первых, человек, который не имеет категорию, он, то есть, не обучен этому абсолютно. И многие начинают, вот я пользуюсь случаем сказать радиослушателям, не можем получить, не можем открыть категорию А. Это возможность есть в определенных автошколах, есть уже инструкторы, которые именно готовят по вождению на мотоциклах, проводят курсы. Можно в последующем пойти сдать уже экзамен в регистрационно-экзаменационных отделения ГИБДД Республики Дагестан, получить как законная, так скажем, категорию А и спокойно управлять байком, так скажем. А многие и покупают, так скажем, неисправные мотоциклы, это Абдуллайна здесь давает, что лишь бы что-то купить, там, какое-то, я не знаю, неисправленное, на лысой резине, там, абсолютно гоняют. И у нас, вы знаете, летом иногда и дожди бывают ближе к осени, дожди на лысой резине, это может привести, так скажем, к чреватым последствиям. Потому что и на моих глазах есть, когда молодые ребята пытаются, особенно на спортивных мотоциклах, выйти с поворота в занос. К чему это приводит? Это к боковому падению приводит сразу же. Поэтому здесь, конечно же, профилактическая работа необходима. И что мне нравится, что у нас в республике много есть сообществ мотоциклистов, так скажем, я не буду сейчас перечислять, их достаточное количество. Но, к сожалению, они очень пассивно принимают участие на сегодняшний день в работе, так скажем, совместной работе по безопасности дорожного движения. Поэтому я призываю всех, кто бы какой бы организации не состоял, мы делаем общее дело, мы спасаем наших земляков, наших друзей, родственников, чтобы их неправильное поведение не привело к чреватым последствиям. Поэтому здесь работа должна быть общая. Я хочу сказать, что ночные волки, мы их не звали никуда, они сами к нам пришли. Перед открытием сезона сказали, у нас пошел как раз рост ДТП с участием мотоциклества. Они сами пришли, предложили свою помощь. И у них в уставе и прописано, что если участник их команды ночных волков будет передвигаться без шлема, без экипировки, у них своя отдельная атрибутика есть. Это не проедет мотоциклист, допустим, смело можно сказать, что это не ночной волк. Потому что у них своя отдельная атрибутика есть, может, Абдулла уже расскажет об этом, чтобы потом уже не наговаривали, что это участник их группы или еще что-то. Поэтому у них свой устав из-за определенного нарушения, что мне нравится, он может просто вылететь с их командой. Абдулла уже сам расскажет про устав, какие у них правила, я думаю. Да, у нас определенные правила. Мы не можем садиться в мотоцикл без определенного жилета. Опять-таки у нас есть свой жилет ночных волков. Обязательно без него. Мы не можем никакое участие принимать, мы не можем ездить на мотоцикле. Это наш основной документ, это наше лицо, чтобы люди знали, чтобы люди не говорили всякое, может быть, в дороге. Может, ДТП случится, может, какое-то недоразумение случится в дороге, чтобы не было, не говорили, что это вот ночные волки и так далее. У нас ездят все на мотоциклах строго в жилетах. Такой отличительный знак особенный. Да, это отличительный знак, чтобы люди понимали, чтобы люди видели, что вот именно ночные волки ездят достойно, ездят по правилам дорожного движения, чтобы не нарушали, чтобы другим остальным мотоциклистам, чтобы говорили. Ночные волки ездят по правилам, чтобы это было как бы пример для молодежи, и мы обязательно ездим только в жилетах. А вот вы сказали о том, что было закрытие сезона, как оно проводится? Помимо того, что в ночных волках у нас есть очень много различных групп мотоциклистов, мы объявили всем по республике, также объявили в соседних республиках. Вот мы ездили недавно, было закрытие мотоциклистов в Грозном, мы ездили в Грозный, также мы их пригласили, также пригласили в соседние республики мотоциклистов, более 80-100 мотоциклов. Также мы проводим старт маршрут, называется у нас, мы проводим по городу маршрут, проездим весь город, определенная улица у нас, мы проезжаем весь город, приезжаем на площадь, на площади стоим, приезжает молодежь, показываем, там же катаем детей, прямо на площади. После этого у нас идет угощение, отъезжаем на спецстоянку, у нас есть специальная стояночка своя, ночных волков, мы отъезжаем туда. Руслан, скорее всего, открытие и закрытие сезона все-таки под надзором управления проводятся. Нет, я вам скажу, что вообще с ночными волками мы, как говорится, просто народ 24 на 7 на связи. Хотелось бы одну особенность отметить, многие думают, что мото-клуб, там одни молодые, 18-19, вот такая особенность, когда с ними познакомился, именно люди пришли, кому может под 50 даже лет, у них есть участники. Возрастная категория, все разнообразная. Да, мы, к сожалению, не успели с ними запустить лайфхак от ночных волков, то есть, когда пошел пик ДТП с участием мотоциклистов, один из как раз-таки представителей ночных волков, он сказал, давайте, может, запишем лайфхак, то есть, да, как вообще правильно человеку, который первый раз сел на байк, там, скажем, выезжает на большую дорогу, как себя вести вообще, что он должен сделать, в какой ситуации. Мы, к сожалению, не успели это записать, я думаю, что у нас еще достаточно времени и много мероприятий вообще с этой организацией, и мы хотим... Полезная и нужная информация. Полезная и, во-первых, взрослые люди, адекватные люди, которые также молодежи не дадут, одел жилетку этих ночных волков, как говорится, позорить фамилию, вот то же самое позорить имя организации, они просто не позволят. Потому что, зная руководителя, к сожалению, он нет на территории Республики Дагестан, в отъезде, насколько я знаю, Абдулла. И, я думаю, не последний эфир, когда мы вместе будем проводить, и ребята будут достойные советы давать другим участникам. Но на самом деле мотоциклистов, вы знаете, как называют, так называют камикадзе. И 11 жертв – это показатель того, что, скажем, за 10 месяцев неполных мы 11 человек потеряли, а могли бы их не потерять. И в основном те, кто были под управлением этих мотоциклов, управляли, все находились в бесправнике или с нарушением документов. А вы знаете, водительская дисциплина как за рулем, так и на любом, скажем, транспорте должна присутствовать. Это показатель вообще самого человека, его культуру вождения, культуру поведения за рулем. Поэтому, к сожалению, вот такие вот иногда случаи тоже встречаются. – Амдула, такой вопрос, меня как девушку все-таки интересует. Я понимаю, что в большинстве случаев это ребята за рулем байка, но есть ли девушки? – Да, есть, есть девушки, но у нас их немного. В Москве, конечно, гораздо больше, но у нас сейчас вот открывают моду, и до нас доходят в течение 3-4 лет. Вот то же самое, и вот оттуда сейчас к нам эта мода пришла, сейчас девочки стремятся к мотоциклам. Вот есть, которые хотят заявиться в «Ночные волки», есть, помимо этого, нашего клуба есть по городу, часто встречаются девочки ездят на мотоциклах. Все больше и больше. – А взаимоотношения именно с женским полом не трудно? – Ну, конечно, я бы не сказал, что так легко, почему? Потому что женский пол – это сам по себе тоже не легкий пол. – Ну, и более экспрессивный, я поэтому и спрашиваю. – Да, и мотоцикл тоже это не такой транспорт, что тут сказать, что он легкий транспорт, сверстся передвижение. Вот, бывает, конечно, разногласия, без этого никак. – Ну, я думаю, Абдулла скажет вообще для начинающего там мотоциклиста, что необходимо вообще прежде всего. Может, как подобрать байк, какие-то там определенные кубы. Потому что я в этом не силен, я в свое время хотел сесть за байк, но два раза хотел, два раза, в принципе, уже договорился взять, и два раза передумал. Потому что я психологически, допустим, не готов к мотоциклу, потому что я ни разу не ездил на нем. И ездить на нем определенная подготовка нужна. Вот скоростной байк, мне, допустим, сразу сказали, что его не бери. Потому что ты просто не сможешь, тебе надо сначала там, так скажем, поменьше. Ну, Абдулла разъяснит, потому что я эти моменты не силен, чтобы подсказать. – Ну, как водитель покупает попроще сначала машину, чтобы научиться ездить? Так, думаю, с мотоциклом. – Да, то же самое, например, с мотоциклом, да, добавлю Руслана словам, то, что на самом деле это есть. То, что ему говорят, спортбайк, это даже не то, что нельзя пробовать, это категорически нельзя покупать первого мотоцикла. Почему? Потому что это смерть на колесах, это очень опасный мотоцикл. Для этого, я думаю, для начала нужно взять эндуро. Есть эндуро 250 кубов, есть трехсотки. Взять эндуро, на нем научиться для начала, даже многие не умеют даже держать баланс на мотоцикле. То же самое, это как в действии на велике ездишь, ты не можешь держать баланс. Я думаю, начинать нужно с малого, 250 эндуро, потом покупать чоппер. Чопперы тоже есть 600 кубовые. Я думаю, самый необходимый вариант – это чоппер для нашего народа, для нашего населения, так как у нас в республике очень много движений, очень много машин. И я думаю, нет необходимости по мере возможности брать спортбайк. Спортбайк – это очень мощный мотоцикл, с ним очень тяжело управлять, так как он очень скоростной, он разгоняется очень быстро, от светофора до светофора может разогнаться просто 200, а наша молодежь, когда садится на этот мотоцикл, просто невозможно на нем не гонять. Вот из-за этого большинство случаются вот такие ДТП, их практически не видно, наши водители выезжают. Бывает, что на машинах бывают виноваты люди, но так как его невозможно увидеть, так как он очень маленький, очень скоростной, очень быстрый, бывает в связи с этим очень таких много ДТП. Из-за этого я советую всем, по мере возможности, брать только чоппер, и на этом мотоцикле, я думаю, безопаснее ездить. И я думаю, многие у нас в ночных волках, у всех чоппера, ну, наверное, человек 2, наверное, у кого спортбайка, и мы их тоже отговариваем, чтобы они продали и взяли чоппер. С байками понятно, а все-таки по поводу экипировки, помимо шлема, что еще должно быть? На экипировке обязательно, обязательно должен быть шлем, обязательно должна быть черепашка, обязательно должны быть наколеники, перчатки, мотоботы, это обязательно, которые люди думают, что купить мотоцикл, там покупают люди за 100 тысяч мотоцикла и думают, это хватает. Нет, то же самое, за 100 тысяч нужно купить еще и экипировку. Помимо того, что купить мотоцикл, это не хватает. Это как сесть на мотоцикл без экипировки. Это как применять безопасность. Конечно, или там взять, пойти пешком без одной ноги, это то же самое, это равен к этому, что ты на одной ноге будешь ползти, это сесть на мотоцикл без экипировки, так как это очень спасает, она 70% человека спасает от всяких небольших аварий. Для меня и для тех, кто не знает, что такое черепашка? Защита грудной клетки, спины, спинных позвоночников. У нас есть очень много магазинов, сейчас у нас очень сильно развивается кросс эндуро, очень много магазинов, сейчас на Энгельсе есть спортив. То есть, отговоров для мотоциклиста сегодня нет? Если раньше, то нужно было только заказать в интернете или привезти откуда, либо сейчас, то можно... Сейчас есть в наличии, конечно, в магазинах есть, они можно приобрести, нет никаких проблем. Один этот блогер, такой автогонщик, любитель снимать, он как раз-таки у себя репост выпустил. Я вообще не понимаю ребят, которые ездят на спортбайках и не одевают перчатки. Это же некрасиво. Представляете, вот такое, как можно сесть за спортбайк и не одеть перчатки? Он не говорит о шлеме даже, шлем, это обязательно, шлем всему голова. Мотоциклисты так говорят. Он говорит, это же некрасиво, как можно вообще без перчаток сесть за мотобайк? То есть у них своя мода и своя культура есть. Нам немножко в простонародье не понять иногда субкультура, так скажем, мотоциклистов. Берут мотоцикл за последние деньги. Самая-самая основная фишка бывает, это в том, что какая у тебя экипировка. Вот это самая основная фишка, я думаю, мотоциклиста, это когда у тебя крутая экипировка, есть экипировка, которая стоит и миллион рублей, и все равнятся, смотрят, какая у тебя экипировка, у кого-то китайская, у кого-то итальянская, у кого-то крутая экипировка. То есть мода есть в экипировке? Конечно, есть определенные шлема, например, на сегодняшний день авария, например, когда звонят по телефону, например, кто-то пытается вытащить с кармана телефон, не углядел, завернулся красный светофор, или какое-то чрезвычайное такое происшествие случилось, или так далее. А сейчас на сегодняшний день есть экипировки, которые с блютузом, которые с микрофонами, также ты можешь, не вынимая рук, никаких движений, ты можешь также нажать, пару раз постучать по шлему, она поднимает телефон, ты можешь также разговаривать, громкая связь, там все есть, и музыка есть, и регистрация есть, очень наурочная экипировка на сегодняшний день. Я думаю, что все это дорогостоящее. Считаю, что человеку прежде всего это важно здоровье. Какая ценовая политика средняя такая? Давайте возьмем шлем и перчатки, так сказать. хороший, например, средний шлем, я считаю, что он будет стоить 25-30 тысяч рублей, и хорошие перчатки это около 10 тысяч рублей. Я думаю, владельцы мотоцикла, сколько стоят сами мотоциклы, конечно же. С учетом того, что автомобилисты на тюнинг автомобили тратят, когда есть подушка безопасности и ремень, а здесь... И на штрафы тратят потом. И на штрафы тратят, да. Вот сотрудники отдела пропаганды встречаются со школьниками, студентами и так далее. Возможно, я не знаю, приглашаете ли вы представителей мотоциклистов? Ну, я вам скажу, Камила, нам даже их не надо приглашать, они у себя на территории, так скажем, потому что ночные волки, они раскинуты по всей республике Дагестан. Это они не только в Махачкале, там в Избрике где-то расположены, на республике, они свою общественную работу, конечно, проводят. Здесь у них организация уже, есть свой устав, у них, соответственно, в уставе уже прописана общественная работа. Это помимо тех больших количеств, которые вот Абдулла проводит спортивных мероприятий, они призывают молодежь к ведению здорового образа жизни. Ну, соответственно, конечно же, они на все спортивные мероприятия приходят дети. Я так думаю, с детства ребенок, когда они его сажают на мотоцикл, они чувствуют, что это, так скажем, тоже груда железа, которую тяжело управлять. А это уже есть безопасность дорожного движения. Ребенок с детства уже понимает, что такое мотоцикл. Не то, что он достиг 18 лет, сдал на водительское удостоверение, потом сел на мотоцикл и почувствовал, как это тяжело. А с детства ребенок уже понимает, нужно ему это или не нужно. Поэтому здесь, конечно же, они работу проводят, и мы совместно будем ее продолжать дальше, потому что организация расширяется. Много ребят хотят вступить. Я знаю, что вступить в «Ночные волки» не очень так легко. Я думаю, Абдулла об этом тоже скажет, что не каждый может прийти сегодня и сказать «Салам алейкум, я хочу стать «Ночным волком». Но здесь, я думаю, свои какие-то особенности индивидуальные есть. Поэтому организация не так быстро расширяется, потому что завтра определенный случай, так скажем, дорожно-транспортного происшествия, это ставит негативный опечаток на всей организации. Другие организации, они между собой соперничают, я знаю, будут потом пальцем тыкать и говорить «А, вот, там, мотобайкер, представитель такого-то клуба, вот так вот нарушил все такое». Поэтому, я думаю, Абдулла, наверное, расскажет, как вступить вообще, если вдруг у нас есть молодежь, которая хочет вести себя правильно и заслужить жилетку. Есть ли какой-то отбор, на самом деле? Да, конечно, у нас есть отбор, у нас люди заявляются, мы наблюдаем за ним, у нас будет периодически собрание, мы с ним беседуем, мы с ним разговариваем. У нас есть правило, человек не может вступить в нашу группу, если у него нет мотоцикла. Если человек не может вступить, если у него нет определенной экипировки, человек не может вступить, если у него нет категории А. Если у человека этого всего нет, мы ему даем возможность, чтобы он это все приобрел. Также мы проверяем, ходит человек с нами на собрание, мы с ним беседуем, это проходит более года. У нас есть человек за вещь, уже 8 месяцев, он недавно приобрел мотоцикл, недавно приобрел экипировку, категорию А. Самая большая организация, у нас мы должны переводить, быть примером для других. Если мы не будем примером для других, то с кого они будут брать пример, если будет говорить, вот такая вот огромная организация ночных волков, если они у них там элементарного, экипировки нет элементарного, они не соблюдают правила дорожного движения, если у них нет категории. Из-за этого мы не берем так легко людей. У нас должны быть отборные люди, у нас должны быть подготовленные люди, у нас должны люди знать, к чему идут, они понимают, что если они оденут жилет ночных волков, они выйдут на дорогу общего пользования. И люди будут смотреть, и люди должны понимать, что вот это ночной волк, чтобы он одел жилет и не гонял, чтобы он соблюдал правила дорожного движения. То есть вести себя культурно, это модно. Конечно, конечно. И из-за этого у нас только отборные люди, мы выбираем, отбираем. В нашу группу не так легко вступить. Это какая-то ответственность уже. 8 месяцев человек, я думаю, это показатель, что... Есть ли те, у которых есть мотоциклы, есть экипировка и так далее, но которые в силу каких-то причин вы не берете в свою организацию? Всякие причины бывают. Наши внутренние, я не буду говорить, но вкратце я расскажу, что есть очень много людей, которые любят ввести смуту, любят загнать людей в неправильное мнение и так далее и тому подобное. У нас есть общий костяк, около 10 человек есть. Дальше 20 человек, есть 30 человек. Это как в МВД. У нас есть свои тоже как бы погоны, можно сказать, есть обычный ночной волк, есть мембер и так далее. Другими словами, есть обычный рядовой, есть сержант, полковники, генералы. У нас тоже свои есть. И каждый у нас вступает, и есть у нас определенные, например, группы, мембера, например, мембера, старшие, старшие, капитаны, капитаны, обычные рядовые, рядовые. Также у нас есть цвета, мы их называем. Люди получают обычный жилет, потом цвет, потом разные нагрудные значки. Это как черный, красный пояс, покрытые. Вот, то же самое у нас, да, мы получаем, поэтому людей, есть определенные люди, которые получают то же самое, каждые 4 года, 3 года, один человек получает свои цвета. Как часто возникают, скажем так, недопонимания с сотрудниками? С сотрудниками никак у нас не было, чтобы у нас недопонимание, так как, если какие-то мы организации проводим, мы обязательно согласовываемся с сотрудниками, какие-то мероприятия мы совместные постоянно проводим. То же самое у нас открытие бывает, то же самое нам предоставляет транспорт, нас сопровождают, также у нас на закрытии, нас же также сопровождают транспортом. Вот у нас никогда не бывало, чтобы мы так же проверяем, и так же дисциплинируем, у нас бывают всегда профилактические работы сами между собой даже. Мы ставим задачу, у нас есть, которая отвечает за дорожную безопасность, у нас есть начальник безопасности, бухгалтера, там и директор. То есть понимаете, как работа очень четко выстроена, не сумбурная какая-то организация, у них каждый человек отвечает за свое направление, это как бы государство в государстве. Ничего за ответственность, да. Даже выезжаем, даже каждый человек знает, в какой он стоит в колонне, какой он человек, он никогда не может выехать за эту колонну, он не может стать, если он едет четвертым, он не может стать до конца колонны пятым, или шестым, он должен обязательно ехать четвертым. Дисциплина, в первую очередь, у нас есть за это, который человек отвечает, и каждый человек отвечает за каждую, есть человек, который отвечает за дисциплину, есть, который человек отвечает за безопасность, есть, который человек отвечает за какой-то организационный момент и так далее, каждого после каких-то организаций, у нас бывает собрание, каждого человека отчитывает, если у него что-то, он какую-то дисциплину нарушил. Я вот хотел бы сказать, вот, Камила, пользуясь сегодняшним эфиром, это вот мотивация, если нас, так скажем, люди взрослого поколения слышат, и у них есть сыновья, дочеря, которые хотят там приобрести байк или уже катаются. Вот просто подсказать своему ребенку, что есть такая организация, они сегодня услышали, какие-то... И им будет спокойнее. Что они должны делать и для чего это, прежде всего? Ну, это сейчас такое более-менее лояльное отношение к мотоциклистам, но было время, когда к ним относились, как сказать, ну, не могу сказать негативно, но с каким-то особой осторожностью. Согласен. Для этого создана эта группа ночных волков по всей России. Почему? Потому что объясню, что в ночных волков создали специальную группу. Там очень мало молодежи, там очень много генералов, очень много сотрудников, очень много разных структур, например, возьмем в республике. У нас в республике есть сотрудники и есть сотрудники налоговые. Опять-таки это взрослые люди, которые под 40 лет, под 50 лет. Таких людей у нас очень много. Таким образом, такие люди в первую очередь показывают пример, в первую очередь вступают сами в группу, чтобы люди понимали, что и есть на самом деле это мотоциклист. Это не означает, что он смертник, это не означает, что он такой шумоголовый, там, или может, там, все, вот, мотоциклист, значит, однозначно все плохие. Мы специально у нас вступили в группу серьезные люди с возрастом, и мы, чтобы показать пример остальным, что вот есть на самом деле мотоциклисты, что они, вот, есть порядочные люди. И помимо того, что есть дисциплинованные, что есть, соблюдают все правила и дорожного движения, и дисциплину, и в первую очередь этот, не только правила, только то же самое. Многие молодежи выезжают после 11 часов ночи, вот, шумят и так далее и тому подобное, чтобы этого всего не было, мы также постоянно проводим какие-то работы над этим. Да, я напомню, что у нас за истекший период на территории Республики Дагестан 36 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, среди которых 11 человек погибло, а 34 получили ранения различной степени тяжести. Уважаемые радиослушатели, я хочу, чтобы вы вдумались в эти цифры, и поэтому шлем всему голова, повторюсь, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и родных. Для радиослушателей я напомню, у нас сегодня гость в студии был Руслан Рагимов, начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД по Республике Дагестан, и Адула Каранаев, представитель Организации Всероссийской «Ночные волки», Организации мотоциклистов. На этом мы прощаемся с вами, всего доброго, до свидания. Вы слушали Радио России Дагестан.